Вот такие сталактиты свисают сегодня с жилых домов в селе Кораблино Рязанского района. Кое-где массивные сосульки выросли до трех метров. Счищать эти ледяные наросты в сельском ТСЖ, впрочем, пока не спешат, ссылаясь на нехватку рабочих сил. И это пугает местных жителей. Я с магазина тут расшла, у меня сзади упала сосулька. Я просто перепугалась, и дети бегают, и люди ходят. Много раз обращалась к Валерий Борисовичу, главе администрации, но никаких мер он не принимает, не решает. Только говорит, да, завтра, завтраками кормит, но никаких мер не решает. Как вот мороз наступил, и вот они так висят, и все больше, 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 но никаких вопросов не принимает глава администрации и не решает. По правилам благоустройств сбивать сосульки нужно незамедлительно. Естественно, это полномочия управляющей компанией или ТСЖ. Но вот по мнению главы сельской администрации, те сосульки, которые представляли опасность, убрали еще вчера. Оставшиеся уберут позже. Видимо, пока не доросли. Бюджет ТСЖ минимальный, средств мало. Но представитель ТСЖ договорился сегодня с юрлицом одним, который окажет содействие в уборке сосульок. Ледяные сталактиты в этом сельском поселении угрожающе свисают практически со всех многоквартирных домов. Ледяное царство. Именно так называют односельчане свой микрорайон. Кто-то со смехом, а кто-то с нарастающей паникой. Стать жертвой ледяного безмолвия сегодня вряд ли кому охота. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо.